Друзья, всем привет! Кэпа микрофона! Ну вот и пришло время смотреть на новый девлог разработчиков Стоуншарда. Большая глобальная работа делается над проектом, и сегодня мы будем говорить о изменениях в глобальной карте, о переносе различных деревень, мест и так далее, и появлении новых локаций, в том числе новых деревень. Ну, точнее, наверное, сказать правильно, одной деревни и еще нескольких предместьей. Вот, так что давайте, ребятки, запрыгнуть в девлог, посмотрим, что нам приготовили разработчики Стоуншарда сегодня, и поехали! Первого-наперво, нас приветствуют разработчики, говорят, всем здрасте! Сегодня я расскажу нам о работе, проведенной на глобальной карте и новом поселении Великого Магистрата Денбри. Впрочем, обо всем по порядку. Сразу же нас встречает большой-большой скриншот того, как будет выглядеть наша новая. Сразу видно, достаточно бедная деревенька, нам скриншот уже показывали в предыдущих девлогах, как я помню. Здесь же сегодня поговорим немножечко подробнее об этой деревне, что она из себя представляет. Ну, жалкое зрелище, конечно, что я могу сказать, жалкое зрелище. Это, ладно, не буду шлить про Питер, конечно, и про Соли, естественно, это уже шутка изъезженная. Поэтому просто поедем дальше, хотя нет, нет, не поедем дальше. Я хотел бы все-таки немножко поразглядывать этот скриншотик, что здесь интересно можно увидеть. Здесь будет, конечно же, церковь, у них будут дома какие-то рыбацкие, здесь будет ферма, как назвать правильно, производство соли. Видно, есть печка, на которой они переваривают, как назвать, выпаривают соль, наверное, из морской воды. В общем, все просто, добавят рыбу, то есть, в принципе, экономика поселения вполне себе понятна. Пара зданий уже сожжены были к чертям собачьим, есть место для кузнеца, пока еще не заполнено. Есть, нет ни одного NPC, это видео специально было сделано для того, чтобы показать на скриншоте, я так понимаю. Видно, что многие места занесены солью, здесь, видите, такие белые некоторые, как-то неподтеки, просто видно, что солью ветром разносится с берега города, так что солевая деревня, получается так, да, солевая деревня. Ладно, едем дальше. Бедно, плохо, окраина, в общем-то, это запад, если не ошибаюсь, карты, поэтому, да, здесь все плохо в плане экономики, но, опять же, здесь есть место, где базируется охрана, или, как назвать правильно, аванпосты, фортпосты, магистраты, потому что это стратегический объект на западе карты. Едем, смотрим, что пишут, интересно, нам про Денбри. Перемирие не застало Денбри в руинах. Войска с этой этой успели дважды разорить эту тихую рыбацкую деревушку. Сначала в ходе наступления, а затем во время бегства после поражения под стенами Брина. Ну, вот это и получается, что, да, у нас товарищи из Совета пришли сюда дважды, надавали по щам бедным солеварам, и они сказали, что, чуваки, что-то все плохо, но мы продолжаем варить соль, потому что всем это нужно. Сейчас жизнь в этом поселении теплится лишь благодаря расквартированному гарнизону, присланным сюда для надзора за западными рубежами магистрата. Список исполнительных поселений и примечания, которые сейчас можно видеть в игре, неактуален. Опа, интересно. И будет обновлен вместе с выходом игры, а точнее обновление Rex to Riches. Мгм. Мгм. То есть Денбри распоряжен на юго-западе Бринской марки. Это то есть у нас, ну да, понятно, внизу в углу карты слева. Станет последний третий древний великого магистрата, немогречисленный выживший обитатель деревни, несколько рыбаков, обезумивший от ужасов войны купец, влача существования на границе нищеты. Единственное, что не дает Денбри окончательно исчезнуть, это местный солевой промысел. Медленно восстанавливая присланными из Брина рабочими. Мгм. То есть в принципе это рабочие, которые даже прислали сюда. Настолько все было плохо. Ну понятно, есть небольшая такая гифочка с анимацией, видно, что какой-то товарищ. Это ведь он тот самый бессумный купец, я так подозреваю, который... Хотя почему он стоит около соли, если может он соль продает, я не знаю. Короче, можно будет здесь забывать соль бесплатно, или может быть покупать ее за какие-то копеечки. Вот если помните, она нужна была нам в рецептах еды, которая у нас появится с выхода нам этого обновления Рекс Туричес. Близзо западных рубежей гастраки делает Денбри важной стратегической точкой, позволяющей контролировать обширные приграничные территории. И чем занимается отряд солдат, раскрытированной полуразрушенной часовни. То есть здесь не будет священника, судя по всему, в этом городе. Впрочем, людей здесь все равно остро не хватает. Капитан местного гарнизона старается приметь любую помощь по наведению порядка в Акурген. Ну, то есть, по сути, нам говорят так. Приходишь в Денбри, идешь к капитану, он дает тебе задание, и ты идешь их выполнять для этого маленького поселения, потому что, ну, эти людишки явно заняты очень важными делами. Посидеть на ловочке, достать из кармана белку. Смотрите. А, нет, я вам просто потрогал свой меч. Я понял. Мне показалось, что он белку достал, такой что, простите. Ясно, я не дошла. Ну, человек просто стены подпирается, потому что разваливается, понятное дело, лучше церковь, поэтому надо, надо подпирать. Также около Денбри расположена пара предместий, где можно будет отдохнуть по дороге в подземелье, сдать контракт или же закупить самым необходимым. Предместия, предместия, предместия. Хорошо, есть мост Святого Вальда. Новая, такая какая-то, локация. Здесь, видно, тоже есть торговая. Это как предместие, действительно, прикиньте. Это целое предместие. Один лишь только мост. Мост Святого Вальда. Вот это же интересно. Когда-то Святой Вальд, один из самых почитаемых адельдорских святых, пересек здесь реку, чтобы принести свет истинный и синтонистским язычникам. Спустя десятилетия, одно из братств ордена построило на этом месте каменный мост. И если бы не мстительность, отсутствующего отступающегося от света, он мог бы перестоять еще многие века. Но, получается, сейчас они его устанавливали по помощи деревяшек. И, да нет, камни, видите, они завезли. По помощи камней пытаются установить. Интересная их ситуация. Хутор Старого Кенрика. Тоже новое предместие, которое у нас появится в игре. Выглядит, кстати, и говорят, достаточно неплохо. Да, видно, здесь какие-то даже рюшечки есть интересные. Но пришли солдаты в это место. И его уклад немного изменился. Хозяин усадьбы Старый Кенрик. Плевать хотел на мир вокруг и большую политику. Но иногда большая политика сама остается в двери. Не иначе, как чудом в сохранении хозяйства во время войны, сейчас Кенрик вынужден иметь дело с солдатами магистрата, занявшими хутор из-за его стратегического положения. А где он будет находиться? Я так и не понял. Ну, вроде интересное местечко. Изменение глобальной карты. Вот это очень вкусная вещь, на самом деле. Не знаю, получится мне показать, может, скриншот или нет. Наверное, да, но в каком-то урезанном формате, скорее всего. Можем что-то интересное здесь подчеркнуть. Итак, да, вот есть кусочек глобальной карты. Это не вся карта, естественно. Здесь еще не хватает куска на западе большого, точно знаю. И, возможно, куска на востоке тоже не хватает. Потому что как-то слишком подозрительно ферма с винокурами расположена. Ну, что-то нелогично, мне кажется. Слишком близко к краю карты. Хотя, может, это и нормально. В общем, что интересно нас здесь ждет. Сразу же видно, что у нас переехал город Озбрук. Его можно узнать по характерной наличии мельницы, по наличию винокурни справа. Может быть, не особо хорошо видно, но это именно они. У них есть свое предместие, есть какой-то данж. А, у них даже два предместия или что это вообще такое? Подожди, а вот за что такое тогда? Ммм, интересно. Нет, это, скорее всего, стоянка лесорубов, о которой мы еще поговорим, поедя чуть ниже. Да, это предместие, значит, пара данжа. Причем здесь действительно пара данжа остается. Есть данж, который довольно далеко находится от города. Да, если типа дороги, да. Здесь есть очередной трактир. Есть тот самый монастырь, где мы сражаемся в прологе с Вероном, я вижу. И, как вы поняли, у нас Озбрук переехал с запада на восток карты, получается. Так, более безопасное для него место по логике разработчиков игры. Город Маншир остался, я так понимаю, без особых изменений в плане расположения. Вроде плюс-минус в этом части карты он и располагал. Соответственно, у нас Гнилая Ива тоже сюда переехала на запад куда-то. Здесь ее, в общем-то, наверное, и не видно. Я не думаю, что вот это Гнилая Ива, хотя, возможно, это именно... А, да, это Гнилая Ива, между прочим. Да, это она, видите, есть Ива, есть и есть дырка. Ну, в земле отверстие такое большое, яма. Да, это Гнилая Ива. Здесь же раньше было небольшое такое болотос, как озеро. Да, Гнилая Ива переехала, получается, на запад. В принципе, не так уж и далеко от Озбрука, если так прикидывать. Дальше. Куча, естественно, Т4 данжи, Т4, Т5 данжи. В этом тоже сейчас будем говорить. Они будут различаться по тирам, сложностям и модификаторам, естественно. В городе Брине сразу скажу, что пропадут все данжи. Помните, раньше приходили в Брин, теперь мы будем приходить туда. Там данжи не будет, потому что их унесли отсюда в другие места. Куда? Мы сейчас с вами поговорим. Да, ну прикольно, окей, хорошо. Новый контент, новое разделение. Для чего это сделано было? Для того, чтобы можно было разделить зоны карты этой игры на, как-то сказать, на градацию сложность. То есть у нас, грубо говоря, зона вокруг Озбрука будет отведена под то, чтобы здесь происходили мелкорненькие достычки, слабые противники и так далее. А все, что будет дальше располагаться, естественно, будет иметь некую систему прогрессии по сложности нарастающейся. То есть на счет ты ковыряешься около Озбрука, набиваешься опыт, либо ты можешь отправиться от Озбрука куда-то дальше, но там ты получишь по жопу скорее всего, потому что враги будут сразу же сложные, вероятнее всего. И дальше. Одним из главных изменений глобальной карты Rx-2 еще станет переносить некоторых локаций ради формирования более плавной и органичной прогрессии по миру игры. А также лучшего раскрытия имеющегося контента, о существовании которого многие игроки узнают либо случайно, либо из внеигровых источников. Озбрук, например, теперь расположен на востоке карты, что логично для поселения наменения пострадавшего от войны. Выполнение начального задания позволит сразу поехать в Брин. Опа. То есть первое задание сразу в Брин. Прикольно. А что быстрее получить доступ к каравану. И уже после выполнения заданий от Эта Гвинелла, Верн будет выдавать наводки на Маншир, Гниллу, Иву и Денбри. Ага. То есть у нас будут наводки на Маншир, Гниллу, Иву и Денбри. То есть чтобы туда, в принципе, уехать на том самом караване. Маншир почти не подвергнется изменениям, если не считать введение дополнительных правил генерации связанных локаций. Например, Хижина Травника, которая теперь спавнится неподалеку от поселения. Боже мой, спасибо большое. Я так ждал этого обновления, потому что та самая Хижина Травника, где она? Покажите мне сейчас, пожалуйста. Кажется, вот это она, я так понимаю, да? Очень похожа на нее, по крайней мере. Да, скорее всего, есть Хижина Травника. Ну, по крайней мере, это похоже. Или я наркоман. Но другой Хижина Травника здесь поблизости не вижу. Да, верятнее всего, это она даже связана теперь с городом Дорога. Помните, как раньше было? Ты идешь в Маншир, тебе дают квесты такое. Ну, окей, я пошел выполнять квест. И тебе говорят, ну, давай-ка пройди через всю карту, приходи. Вот пройдутся, даже нет, не сюда, вот сюда приходи. Здесь была карта, вот сюда приходи, понимаете? Нужно было через всю карту переть, чтобы сделать какой-то плевый квест. И, о, боги, нас наконец-таки услышали. И они передали этот дурацкий квест. Боже мой, прекрасно. Большие изменения коснутся Гнилой Ивы. Она переедет с севера Маншира на запад карты. Примерно тот район, где, который ранее занимал Озбрук. Ну, то есть, как я и говорил, Озбрук и Гнилая Ива, по сути, подняются местами. Также она обзаведется собственными контрактами, некоторыми ближайшими подземельями, дополнительным функционалом, а также парой предместьей. Вот как интересно. Предместье как раз-таки у Гнилой Ивы появляется. Дубовое урочище. Дубовое урочище — это стоянка. Собственно говоря, лесорубов, я так понимаю, действительно у нас уже заваленное дерево, между прочим. Какой-то писар что-то пишет, возможно, сколько деревьев у них сегодня завалили и так далее. Появится еще на предместье стоянка углежугов. То есть, одни деревья валят, другие деревья пережигают. Да, есть специальные земляные валы. Куча дерева. Все это обносится землей сверху, поджигается. И там как-то томится сколько-то дней, пока не получится уголь. Потом разгребается, и вуаля. Вы прекрасно сделали уголь. Так, дальше. Едем. Че интересно, пишет. Соседство с Гнилой Ивы вовсе не случайно. Согласно Вигмарам, местный капитан находится в куда лучших отношениях, чем с своим председательным начальством в Брине. Ага, едем дальше. Изменение системы репутации. Вкусная вещь. Система репутации также поверглась изменениям. Если ранее каждое поселение обладало одинаковым набором репутационных перков, помните, на снижение цен, на расширение ассортимента, на прочие-прочие вещи, то теперь у каждого поселения будут собственные перки, между прочим. Это дает возможность более гибко настраивать экономику и прогрессию экипировки, и даже позволит добавить уникальные перки там, где они требуются. Мгм. Например, в полуразвучном Денбре почти нет торговцев, однако, благодаря перку передней края магистрата, выполнение контрактов в нем будет давать значительный увеличенный прирост репутации в Брине, тем самым все равно помогая приобретать лучшее снаряжение, пусть и опосредованно. Но сразу маленький спойлер можно сказать, как это будет работать. Так как у нас убрали все данжи города Брина, то получается так, мы будем приходить в Озбрук, в Маншир, в Нилу, и в Денбре, выполнять там контракты, и за выполнение этих контрактов будем качать себе общую репутацию в городе Брине. То есть мы не сможем прийти сразу же в Брин и как-то получить там репутацию, нужно бы сначала посетить все города, все деревни по сути, ну может не все, но многие из них, и сначала помогать там прокачивать репутацию через помощь этим маленьким поселениям. И только тогда вы получаете большую репутацию в Брине, получаете возможность там приобретать какие-то вещи, проходить какие-то квесты и так далее. Вот. Ну, с репутацией связаны именно в городе Маншир, потому что, если посмотрим на карте, я видел, что стоянка троллей, как называется, башня тролля осталась на месте, никуда не ездят. Тут близко к городу находится достаточно, что в общем-то прикольно. Вот, так что да, теперь нужно будет качать репутацию, только после прокачанной репутации будет открывать себе доступ к троллю. Возможно, даже немножко пораньше будем попадать к троллю, чем раньше, потому что 10 уровень был. Ну прям, не то что поздно, не то что супер рано, но довольно долго нужно было до этого идти, пока качаешься. Изменение города Брина, как раз таки, я уже часть из них упомянул. Изначально возможности выполнять контракты не закладывалось в Брине, так как предполагаю, что его репутация будет прокачиваться иным способом. Контракты же были добавлены как временное решение. Вот, видите, то есть раньше качалось контрактами, теперь же их оттуда убрали вообще. В Rx3 мы измеремся к изначальной задумке Брина, как коммерческого центра, куда игрок возвращается ради закупки нового снаряжения и продажи добычи. В будущем, естественно, в этот список добавятся и второстепенные квесты. В прошлом году мы потратили много времени на адаптацию используемых инструментов создания диалогов под нашим движок. Благодаря чему, их внедрение теперь занимает куда меньше времени, чем раньше. Одним из ключевых изменений станет удаление подземелья из-за скрытости Брина и связанных с ним городских контрактов. Взаименно логичным по сложности задания появятся в Гнилой Иве и Денбре, что позволит снизить скачок сложности возникающих больших игр в этом этапе. Ну, то есть, по сути, они говорят о том, что мы убрали все квесты из города, ну, то есть, все контракты, точнее, из города Брина и разнесли их по Гнилой Иве и Денбре. То есть, там, Т4, Т3, Т5, я не знаю, возможно, даже контракты появятся в тех городах новеньких. Ну, то есть, в новом Денбре и в старом Гнилой Иве, ну, немножко переработанные, соответственно. Так, едем дальше. Че пишут интересного. 25% репутации, полученной из завершенных контрактов в других поселениях, фракции, также добавляются в репутацию города Брина. То есть, по сути, четверть всей репутации, которую мы зарабатываем в разных поселениях, будет добавляться в общую репутацию в Брине. То есть, когда мы будем приезжать в Брина, у нас уже будет некая репутация заложенная сюда, по сути, базовая, как бы. Репутация в Брине будет расти в зависимости от репутации персонажа в своих поселениях, фракции. Да, на 25% от каждого контракта, мы это уже поняли. А возможность подкупить приказчику будет открываться не сразу после прибытия в город, а только после получения рекомендательного письма, о чем будет сообщать отдельный перк. Ну, то есть, понятно, репутацию повышаешь, получаешь письмо, только потом можешь идти торговаться. Едем дальше. Еще одно сильное, сложное, страшное изменение на самом деле. Как страшное? Просто основательное на самом деле. Удаленные подземелья. Точнее, отдаленные, если бы сказать правильнее. Удаленные подземелья. Данжеты, Т3, 4, 5 и так далее. Т4, 5 в основном. Одна из основных целей Rex to Richies это предоставить прогрессию контента от 1 до 30 уровня, чтобы иметь возможность потестировать потенциальные проблемы, имеющиеся систем, до последующих расширений карт. То есть, я уже говорил об этом раньше, в предыдущих деблогах, что планируется расширение карты примерно в 4 раза текущее. То есть, если сейчас карта большая, то она станет еще больше примерно раза в 4. Появятся новые города, новые поселения, много-много чего еще интересного. Поэтому пока перед этим глобальным большим расширением, разработчики пытаются немножко расширить. Не расширить, а прикинуть, какие могут быть проблемы при расширении карты. И это как раз таки в этом патче мы будем на это смотреть. Как упоминали в прошлых деблогах, достигнут это будет разбиением имеющихся врагов, предметов и подземелий на 5 тиров. То есть, было раньше 4 тира данжи, условно, как мы это называли, теперь будет 5 тиров. Это изменение коснется удаленных подземелий, которые по-прежнему будут основной эндгейм-активностью. То есть, удаленных не значит удаленных из игры, а отдаленных подземелий. Которые... Простите, что, секундочку. Простите, что, секундочку. У меня забрали деблог. Но за что, простите, за что? За что у меня забрали деблог? За что? Стойте, вы читали. Мы еще... Фейл на стрим маленький. Так. Различаясь богатством добычи и роста возможных врагов. Угу. То есть, 5 тиров. Те самые удаленные данжи. Т4, Т5. То есть, появятся еще более сложные. Различаться будут набором врагов, которые там будут иметься, соответственно. Это первое. И второе. Подземелья 5 тиров всегда будут обладать каким-либо модификатором, усложняющим его прохождение. То есть, об этом тоже уже скользко говорили. О том, что появятся модификаторы по типу... Ну, условно, пускай это будет, не знаю, увеличенный урон на 30%. Там, видимо, на 50% больше урона. Увеличенная защита на 40% условно. Какие-то, я не знаю, там... Повышенная сопротивляемость колющему, не знаю, какому-нибудь дробящему. Ну, что угодно. Ну, то есть, можно придумать какие-нибудь, может быть, повышенный отхилл и так далее. Может быть, у них будут какие-то групповые данжи. То есть, ты заходишь в эту комнату, там стоит 6 человек, и ты говорят, ну, что, пойдем драться? Ну, да. Вот. Это все плюс ко всему, к тому, что данжи сами по себе поменяются. Как вы помните, в своей генерации они станут более широкими. И больше не будет этих узких проходов, которые сейчас есть в одну клетку, где обычно все драки происходили. Сейчас станет по-другому. Все, будем драться. Один на всех. И сразу же в широких проходах. Это будет больно. Нужно будет думать что-то с билдами. Вот. Ну, и на этом, в общем-то, все, ребятки. Разработчики говорят, что это все, чем они хотят с нами сейчас поделиться. Я еще раз напоминаю, что это только маленькая часть того самого глобального крупного обновления. С караванами, с новыми подземельями, с новой картой, с новым снаряжением и так далее, и так далее, и тому подобное. Глобальное, огромное обновление готовится сейчас. Поэтому занимает очень много времени. Я также, как и вы, ребятки, жду безумно того, как оно выйдет в доступ, чтобы уже так же с вами потестировать, побегать, поиграть в новый Стоунжард, по сути, потому что изменится практически все, что было в игре. Переперед баланс и прочие-прочие вещи. Короче, будет интересно. Поэтому я вас призываю раньше времени не наводить уныние какое-то, набраться терпения и дожидаться очень-очень большого крупного апдейта, который принесет в игру. Ну, в общем-то, по сути, новый экспириенс, новый опыт того, как мы играли раньше. Вот и все. Да, вот это просто мысли, мое желание. Так что, ребятки, ставьте лайк, приходите на стрим обязательно в 9хР по Москве, у микрофона был Кэп. Пишите в комментариях, что я упустил, чего я, может быть, понял не так, может быть, у вас какие-то есть свои идеи, что вы думаете по поводу обновления в целом, и вангуйте дату выхода обновления в комментах под этим видосиком. Всем спасибо, всем до скорого, увидимся на стримах. Всем пока!